Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, сегодня мы посмотрим игрушку Murdered Souls Suspect. Игрушка про полицейского, про детектива, который умер и попал в потусторонний мир, где должен закончить некие незаконченные дела при жизни. Давайте начнем, посмотрим где-то 30 минут, может 40 минут геймплея. Да... Я просто уже немножечко начал, проверял звук. Серийный убийца наводит ужас на жителей Тихого Салема. В последнее время на месте совершенных преступлений всегда обнаруживается рисунок колокола. Поэтому полиция дала маньяку прозвище «звонарь». Из беседы с пресс-секретарем департамента полиции Салемом... Что означает изображение колокола от покажения? Располагающих любой информации просьба звонить за анонимную горячую маньяку. Очевидно, что в сюжету и нет ничего. У вас нет зацепок? Ни одной? Серийный убийца. Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться. И нечего терять. Но идешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он сперт мой кашельон! А что, ты стал взрослым? Папа, мне больно. Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! О, да. Вся жизнь. Ни фига. Далеко не ангел. Самастрельчик. Который нашел любовь. Я свою сестру, черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет. Нет, Джулиан. Не уходи. Слышишь меня? Не похоже, ее убили. Умирает. Вся семья плотная. Клеймо оставить некуда. Волчим же ты, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно? Не дури. Не знал бы тебя. Подумал бы, ты смерть едешь. Повернулся. Ты арестован. Какого хрена я жив? Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебе устрою. Ты имеешь право хранить молчание. Ну, лицевая анимация, говно. Если выкидываешь копы из окна, то будь готов к тому, что он тебя вздрючит. Хе-хе. Хорошая озвучка. Хороший перевод. Пока что нравится. Ну? Открыть. Черт. Черт. Зараза, ручку заклинило намертво. Забавно. Воу. Эй, аккуратней, лезь. Бабуль, ты че? Нет. Ну, твою мать. Нет, 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 нет. А ты таки не выжил. О. Живой. Живой. Я еще жив. Я все исправлю. Как? Надо только вернуться в тело. Тогда, возможно, я очнусь. А, ну, да, попробуй. Ну. Так. О. Так. Это... О. Ну. Ну, получилось же. Нет? Нет. Че-то не особо. Так. Ведь кто-то слышал взвод стекла. Да это... Твою мать. Нет. Да ну же. Черт. Нет. Нет. Ну все. Пи... Приплыли. Ах. 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 Ублюдок. Эй, стой ты! Стой, сволочь! Ну похоже это все. Игра начинается со смертью. Нет света без тьмы, как в жизни нет бессмерти. Слушай, пойдем на свет. Похоже это жена главного героя. Не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы все отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе, но... Ну что? Нет. О, нет, нет, только не это. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме. Или на мосту. Называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Понимаешь, ты должен перейти через мост. Перейти мост. Перейти? Туда, где ты? Не думай обо мне. Ты кое-что не завершил в своей жизни. Угу. Окей. У нас мало времени. Думай, что ты не успел закончить. Я не знаю. Так выясни это. Ну иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия! Не уходи, Джулия! Черт! Алло, тут около Ригл человек застреленный лежит. Весь в крови. Пришлите скорую. Не дышит. Мой друг говорит, он не дышит. Пульса нет. Там, там повсюду битое стекло и кровь. Дело дрянь. Да, я не буду отключаться. А семь пуль в груди, это ничего? Эй, парень, ты меня слышишь? Похоже, что нет. А может, как-то в телефон можно вселиться или еще как-то? Дамочка, пожалуйста. Похоже, что нет. Черт. Эй, ты! Эй, слышишь? Вернись! Это не похоже на строение нашего мира. То есть... Ау, мы можем ходить через стены. Это хорошо. Ага. Ну, судя по всему, не через все стены. Девочка, куда ты меня ведешь? Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берешь? Ты... ты здесь не первый день. И знаешь, как тут все устроено? Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами. Повезет, спасешься. Дарами? О чем это ты? Что еще за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Но он был детективом. Есть дары уникальные. Есть обычные. Вселение. Влияние на людей. Умение воссоздавать любые призрачные объекты и заставлять их исчезать. Способность становится даром. Окей. Так, почему я не могу... Что ты хочешь знать? ... проходить через все подряд? Вот это такое. А дверь ударился, а через все другое прохожу. Да, это тоже удивило. Почему? Странно. Я думал, везде смогу ходить. Мы не можем войти в дома, которые жители Салема осветили. Только во что-то открытое. В дверь, например, или в окно. А в самом здании ни стены, ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В свое время ты сам все поймешь. Вроде бы open wall, а вроде бы и не совсем. Мне казалось, у тебя болево... А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. О чем это ты? Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Не бойся, таких тут много. Много? Рехнуться можно. Да, утешило. Кто эти другие? А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличие. Понятно. Смысл их существования? Поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну, удачи тебе. Ну, а как его можно остановить? Это ж... Остань, стой, я еще хочу кое-что узнать. Это ж глупость. Воу. Твою мать! Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Ладно. Увидимся. Да, я думаю, лучше туда не идти. Так, а... А че тут есть? То есть, вот здесь я разговаривал с этой девочкой. Она тут... Чтоб она создавала всякой фигни. Непонятной. Но ни с чем из этого всего мы... ...воздействовать... ...не можем. Так, какие-то образы. Ага. Ну, это похоже на тупик. А вот, смотрите, бочки можно поубирать. Удобно. Да, перейти в город. Первый панк Селема. Видеть твой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам. А где твое отражение. О-о-о. Да, непростая ситуация. Блин. Наверное, неприятно. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Бакстер, как собаку прям. Подмогу? Подмогу не надо. Хм. Зря ты прикидывался одним из нас. Козел. Хе-хе. Да. Какой же ты был тупорылый. Да. Я б тебе в морду дал. Ну да. Это правильно. Ну-ка давай, свидетелей опроси. Ну? Ага. Это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да. Участок не мой. А дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это. Сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя... Что? Он родственник? Ладно. Брат, что ли? Можете не торопиться. Хотя нет, вряд ли. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач? Может, это брат с жены? У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Да, скорее всего, это брат с жены. Она знает, Рекс. Знает. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. А что тут всех как собак называют? Ну, так, просто интересно. Попробую заглянуть в блокнот Стюарта. Что там им известно? Так вы видели мужчину в капюшоне? Да. Видела. Он убил того человека. Вот бы узнать, о чем они говорят. Надо выяснить, может, они уже что-то раскопали, а я не знаю. Зацепки это... Так, изучить. Надо бы изучить эти улики. Один. Два. Три. Запасной ствол. Четыре. Последняя сигарета. Да. Все? А, вот еще пять. Это гильзы. Стреляно. Так, три, шесть, семь. Да. Так, сначала блокнот, да? Вселиться. Посмотреть. Что это? Рексу срочно нужны результаты экспертизы. Обзор. Так, какая информация более важна? Так, назад. Пропавшие жильцы. Кассандра, Джой. Обнаружено только оружие. Ну вот, вот это самое важное. Простите. Так. Или я ошибся? Рексу, ну, это херня. Давайте вот про оружие. Ага, ну вот, про оружие было правильно. Про экспертизу вообще какая-то фигота, походу. Мне нужно найти здесь улики. Хорошо? Так, будь терпелив с ней. Она взволнована. Понятное дело, не привыкла к подобным зрелищам. Ну, это забавно. Так, а чё, как на тебя повлиять-то можно? Оружие убийцы. Сигарета. Осколки. Гильзы. Моя смерть. У неё нет. Так, ладно. Тогда, возможно, мне чего-то не хватает. Подслушать. Ну, иночка, а, Робинсон? Да. Охренеть. Ронан не верится. Не пойму, что он вообще здесь делал? Нарывался. Был звонок. Кто-то видел, как в этот дом вошёл звонарь. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Рона на крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Семь пуль, прямо в грудь, в упор. Козлина. Ты всё никак не уймёшься, Бакстер. Ты его татухи видал? Всё это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. На, живёшь как вор, сдохнешь как вор. Причём тут татухи, тварь? Он был один раз, кретин. Да. Ладно. У нас новая улика. Звонарь. О, угадал. Да. Видела. Мужчина в капюшоник. На улице. Он смотрел на окно квартиры на четвёртом этаже. Угу. Понятно. Так, восемь. Всё? Окей. Убийца пришёл сюда не просто так. Что он искал? Четвёртый этаж. В квартире наверняка остались улики. Вот она моя дверь, и она закрыта. Шикарно. А вот это вовремя. Надо пройти следом за Стивуорта. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, мы попадаем в квартиры. Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. Воу, это чё за хрень? Это демоны такие тут? Стрёмные. А, это ты. Не послышалось. Что значит «не послышалось»? Забавно. Эй, чёрт, ты до инфаркта довести меня хочешь? Так ты же уже сдох. Нет, конечно, просто... Боже, это риторический вопрос. Ну же, чего как неродной? Оглядись, что ли, не знаю, пошпионь. Никто же не остановит. Окей. Чего ты тут торчишь? Иди развлекайся. Ммм, ладно. Я уверен, что ты всё видела. Это твоя особенность. Ты всегда подглядываешь. Всегда сует... По телевизору улицу гораздо лучше видно. Интересная мысль. А вот перестану жратовую ему таскать. Может, заметит, наконец, тогда, что меня тут нет. Хе-хе-хе. Ладно. Пойдём дальше. Ага, похоже, что это всё. Так. А что у них тут? Вот, смотри, что-то в шкафу лежит. Новичка. Этот тихий городок потрясла серия зверских преступлений. Ага. На днях пропала юная девушка. И это исчезновение одной из многих вредных. Что? А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, был убит полицейский детектив. Существует ли связь между всеми этими убийствами и выхищениями? Писалили. Так. Дорогой, они могут услышать тебя через потолок. Ну и хорошо. Каждый раз, как навещаем Дженнифер, видим этих обормотов. Та женщина на втором этаже. Да она меняет парней ещё чаще, чем кофточки. Гассу нужны друзья. Всегда готовы слушать его болтовни. Понятно. Скорее бы Дженнифер съехала из этой помойки. Только мёртвых воскрешают. Кстати, о мёртвых. Я слышал на улице стрельбу. Боже, когда она уже отсюда съедет? Ты меня слушаешь? Коллекции какие-то. Да, прости, милый. Воскрешают? О, а это что? Тоже какая-то коллекция. А мне сюда пока не хочется. Ничего не понимаю. Похоже, ты потерялась. А ты кто? Нет, потерялось моё тело. Я знаю, что меня убили здесь. Но как бы глупо это ни звучало, мне станет гораздо легче, если я найду свой труп. А вы, кажется, детектив? Можете помочь? Да, детектив. Подозреваешь кого? Это поможет найти тело. Я знаю, что это были старики. Такая пожилая пара, живущая в этом доме. Тебя грохнули буши одуваны? Остальное как в тумане. Я же тогда принимала наркотики. Понятно. А на тот свет не завезли. Да, тебе и правда может потребоваться моя помощь. Я попробую прощупать местных стариков. Так, загадочное убийство. Это интересно. Необходимо ещё пять до полной. Окей. А, о чём это? Так, да. Не столь интересно. Тут ещё какая-то комната. Угу. Ну, я не вижу каких-то особо улик. Тут или ещё чего-то такого. Вот надо к этим одуванчикам заглянуть. Вот к этим. Что им известно об убийстве девушки? Так, загадочное убийство. Больше у меня улик нет. Может, теперь это станет... О! Садовый инструментарий. Лопата, перчатки, удобрения, хобби или убийство. О, да. Пропала юная девушка. И это исчезновение одной из многих предуподов. Оп. А сейчас, прямо на глазах шагаевых добывателей, был убит полицейский... Что это? Записка. Гениально. Записка. Записка от соседа. Здесь-то... Понятно. Их сосед спешно покинул город. Может, они сыграли в этом какую-то роль. Так, садовый инструментарий. Ну, это мы читали. Пардон. Ой! Будь здорово, спасибо. Так, кажется, ее убили соседи. Пожилая пара. Больше улик никаких нет. Может, тут чего? Ванной. Не хочу просто пока... Какие-то... Газета. Так, всегда же... Интерес... Газетная вырезка. А, нет, здесь провалов. Угу. Окей. Прямо на глазах шагировых соревнований. Существует ли связь между всеми этими убийствами и похищениями? Псалями. Слышь, может, ты что знаешь? Чего ты тут торчишь? Иди развлекайся. Знаете ж, не похоже. А вот что вот это вот за знаки? Фигня какая-то. Ладно. Пропала юная девушка. Что ты об этом знаешь? Грейс ударила, и девочка рухнула, как подкошенная. До сих пор не верю, что она мертва. Все случилось так быстро. Грейс натурально просто взбесилась. Наверное, из-за бессонницы. Слава богу, все кончилось. Охереннее встань. Спокойно посмотрю телевизор. Скотина! Так. Это должно быть связано. Так, это была первая попытка. Это была вторая попытка. Вряд ли она что-то знает про садовый инвентарь. Ну, давай про убийство. Наконец-то тишина и спокойствие. То есть, это ты ее грохнула? Как тут заснешь, когда так грохочет музыка? Ух ты, тварь. Кажется, она была наркоманкой. Ултер так устал, что едва не заснул по дороге. Хотя до каменоломни Смитвика всего пять миль. Удивительно, как ему удалось раздобыть болторез посреди ночи. Но, по крайней мере, музыка теперь не орет. И мы можем поспать. Вот ублюдочные. Что стало с трупом убитой девушки? На днях. На днях. Похоже, старик имеет какое-то отношение к убийству девушки. Но зачем ехать до самой каменоломни? Так, ну, вот это, наверное. Тайна старухи, потом... Давайте. Очевидно, у его жены вспыльчивый характер. Если девушку убила она, то где же труп? Потом... Наверное... Логическую цепочку. Ну, я не знаю, но... Тайна старухи. Потом... Ну, в записке явно фигня. Про сосед, что покинул город. Потом... Это вообще не подходит. Значит, старик... Ты в этом явно замешан. И загадочное убийство. О, получилось. Видать, Грейс достали девчонки на вечеринке. Она ее убила и заставила мужа спрятать труп в каменоломни Смитвика. Надо вернуться и все рассказать. Да, без проблем. Так... Детка. Детка. Детка, ты где? А вот она. Мне показалось, что там кто-то стоит. Значит так. Ты не можешь найти тело, потому что в доме его нет. Оно в каменоломне Смитвика, в пяти милях от города. О... А... За что меня так? Твои вечеринки не давали им спать. В конце концов, они рехнулись от усталости. Мне... Мне казалось, что они просто по-стариковски ворчат. Не знала, что они пойдут на такое. Спасибо за помощь. У меня словно гора с плеч упала. Да без проблем. Ну а ты как думала? Знаете, я копов всегда терпеть не могла. Цеплялись ко мне, поучали всю дорогу. Мы жизнь понимали по-разному. А тут вдруг вы помогли. Может, если б я тогда их послушала, все сложилось бы по-другому. Ну да. Но вам спасибо. Оу. Вон оно как. Хорошо. Теперь, я думаю, можно идти и дальше. На этом этаже мы все закончили. Дальше второй этаж. Че тут? Ух ты. Эй, эй, как это получилось? Это я сам? Эй, эй, вернись! Эти записи не для тебя. Ха. Супер. Похоже на какую-то головоломку. Да. Так, надо подняться на четвертый, пока полиция улики не выгребла. Да, я думаю, нам спешить некуда. А че это такое вообще? Беловоломки какие-то. Может, она ест слишком много сахара? От него же дети не спят, так ведь? Понятно. Убийство тут никого не волнует. И это исчезновение одной из многих в ряду подобных. А сейчас, прямо на глазах... А вот это вот что такое? Был убит полицейский визит. Мама! Мама! Подождите. Ка. Что ты тут делаешь? Нравится детей пугать? Эй. Нравится детей пугать? Эта девочка меня разорила. Я-то думал, работа несложная, халява. Ты о чем? Она просто ребенок. Это абсолютно не важно. Ее папочка слишком многим задолжал. Она была обеспечением долга. И тут на сцену вышел ты? Обыкновенное похищение. Когда бы все утряслось, я бы ее отпустил. Понятно. А все оказалось не так просто, да? Возможно. Но теперь она мне должна. И я не уйду, пока не получу свое. Забудь об этом. Ждать слишком долго. Не волнуйся. Я подожду. Интересный ты. Ладно, пойдем дальше. Так, а это уже на второй этаж, но я хочу посмотреть, что еще тут есть. Так, мальчики, делайте ставки и надеетесь на удачу. Дело не в удаче. Это точно приязнь. Вспомните слова, когда в итоге останешься у разбитого корыта. Плохо видно, но, судя по всему... Обучуешь своим приемчикам. Тогда я не смогу отбирать у тебя деньги на завтраки. Не Роял Стрит. Ладно, джентльмены, подтяните трусы и делайте ставки. Бедняги. А ведь раньше я думала, что в покере все зависит от случая. Махлюешь, да? Я хотел бы ей поддаться, но она все равно сама выиграет. А у тебя все явно плохо. Пара хороших карт бы не помешала. Ну да. Спокойно, малыш. В следующий раз ты ее сделаешь. Вы слишком нервные. Все понятно. Что это мигает? Вау. А, это... Все понятно. Вау. Нет, что-то аж. Откуда выйти-то? Я что-то нажал пробел и что-то явно поменялось. Ну ладно. Тут никаких загадок я не вижу. Поэтому... А вот это, судя по всему, демон, да? Ой, да ну тебя нахер! Дрянь, тварь! Так, и... Спасение демонов. Если демоны некоторое время потеряют вас из виду, они прекратят поиски. Удерживайте F, чтобы видеть демонов сквозь стены. А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, был убит полицейский детектив. Ты же не обернешься, правда? Ага. То есть, атаку вы у нас убиваетесь. Ну, это интересно. Такой. Будет я чувствую стелсик. Потому что оружия у нас нету. Не люблю я стелс. Хотя, пока в принципе... Ох, ты твою уж мать! То есть, они просто шарятся туда. Вот в этот момент, когда он там стоит, я думаю, его можно прищучить. Ра-ха. Ра-ха. Ой. Ра-ха. Не, ну если бы я не лоханулся, было бы всё гораздо лучше. Ну ничего, в следующий раз мы сделаем всё получше. Сейчас он пройдёт, вернётся, и мы его грохнем. Страшные такие эти твари, блин. Да мать твою нахуй! Ой, 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 ой! Субтитры сделал DimaTorzok Тупая тварь! Пошёл ты в жопу! О! Как дела? Эм... Зачем? Зачем ты это сделал? Чёрт! Зачем ты это сделал, парень? Голоса. Все эти проклятые голоса. Мне было одиноко и страшно. Хотелось, чтобы они умолкли. Почему ты не обратился за помощью? К врачу, другу или ещё кому-нибудь? Никто меня не слушал. Никто не воспринимал всерьёз. У меня не было выбора. Они так кричали. Но сейчас всё тихо. Всё тихо. Ничего, парень. Жаль, что так вышло. Так, ну понятно. В принципе, сюжетка довольно-таки интересная. Поэтому... Так, ну давайте подытожим, пожалуй. Иерушка интересная. Меня, в принципе, всё устраивает. Я её постараюсь пройти конкретно для себя. Если вам будет интересно, отписывайтесь в комментариях. Ставьте лайки, естественно. Потому что я люблю всякого рода детективы. Несмотря на то, что тут стелс обещает быть кривоватым. Ну, посмотрим. Это был первый взгляд. Я не планирую её проходить для канала. Но, повторюсь, если вам понравилось, отписывайтесь в комментариях. И тогда в таком случае пройду я её вместе с вами. С вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.